Для каждого из нас приходит такой момент в жизни, когда мы упираемся в свой творческий потолок и задумываемся, как нам сделать нашу картинку еще более круче, еще более качественнее. Единственный резонный ответ, который посещает голову, это апгрейд оборудования. И следующий резонный вопрос, который посещает голову, это что нам апгрейдить? Накопить денег, купить крутую камеру, либо купить какой-нибудь крутой объектив, либо докупить каких-то новых крутых ништяков. Блин, куча вопросов, давайте разберем это по порядку. Мы люди изначально очень ленивые ребята, и многие, кто начинают снимать, да что уж там, я и сам до определенного момента думал, что купив новую дорогую крутую камеру, я сразу же начну очень круто снимать и избавлюсь, по крайней мере, от 80 проблем, которые меня посещали. Как же я был глуп. Я уверен, что все мы так думали, а если кто-то думает так же на данный момент, то обязательно досмотрите это видео до конца. Однажды я наткнулся на одно видео, в котором парень сравнивал качество записи Red с iPhone. Представьте, да, просто абсурд, зачем их сравнивают. Камера, которая использует для съемок высокобюджетных, там, голливудских фильмов, и телефон, который вы таскаете у себя в кармане каждый день. В то время, когда я увидел этот ролик, я был еще зеленым юнцом, и был просто шокирован, я не видел разницы. Мне даже казалось, что кадр справа, ну, вполне может быть Red. Сейчас, конечно же, я вижу отличия, но вот это видео заставило меня пересмотреть все мои взгляды. В итоге я конкретно задумался и понял две очень важные вещи для себя. Первое, это важность ваших прямых рук и знаний в голове. И второе, покупка крутой новой камеры не является решением всех ваших проблем. Конечно же, это не значит, что нужно брать ваши телефоны и снимать только на них. Никто, занимаясь съемками профессионально, не использует для этого телефон, а использует разные камеры со сменной оптикой. Но я могу вам дать 100% гарантию, что покупаю какую-нибудь бюджетную 4K камеру. Сейчас ее можно купить за 30-40 тысяч. Покупая такую камеру, вы вполне можете выжать из нее очень крутые результаты. Поэтому, ребят, 10 раз подумайте, стоит ли вам покупать новую камеру и тратить на это кучу денег. И смогли ли вы выжать максимум из того, что у вас уже есть. Посмотрите на эти кадры и как вы думаете, на что это снято? Sony A6300 или Panasonic GH5, может быть? Нет, ребят, это снято на Panasonic G7. И сейчас, в 2019 году, ее, конечно же, уже никто не воспринимает всерьез. Но даже из такой бюджетной беззеркалки можно выжать очень-очень крутые результаты. Ежегодно компания выпускает кучу новых и новых камер. И нет никакого смысла поспевать за всем этим. В отличие от объективов. Объектив это то, что дает вашей картинке глубину. То, что правда влияет на ваш кадр. Не камера. Камеры впоследствии могут устареть. А объективы после покупки остаются у вас навсегда. Сейчас есть просто куча переходников и разных спидбустеров. И от камеры до камеры. И до следующей камеры вы будете использовать ваш объектив вечно. Но если же вы планируете покупать снова и снова новую камеру, то, скорее всего, вы просто будете снимать примерно то же самое. Только можно там с большим разрешением, с меньшим шумом, с более резким кадром и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, если вам нужны 10 бит, если вам нужны какие-нибудь S или V-Log, если вам нужны рабочие ISO 25-50 тысяч или больше динамический диапазон, и вы точно понимаете, для чего это вам нужно, то да, в этом случае можно посмотреть в сторону покупки новой камеры. Но в остальных случаях я бы все-таки порекомендовал смотреть в сторону вещей, которые реально могут изменить ваш кадр кардинально. Также, конечно же, дополнительно очень важны знания цвета и света в кадре, истории, цветокоррекции и других подобных вещей, без которых даже на самую классную камеру вы снимите полный отстой. Окей, ребят, покупка новой, крутой, дорогой камеры не является решением всех ваших проблем. Напишите в комментариях, на какой вы стороне и на какое оборудование вы бы сами порекомендовали потратить деньги, и вообще, какое оборудование нужно апгрейдить. Ребят, надеюсь, это видео было для вас полезно. Ставьте ваши лайки. Всех люблю. И с вами был Текила. Скоро увидимся. Продолжение следует...